День воскресный, день чудесный. Я вам скажу, что дико приятно осознавать, что есть люди, которые по-настоящему искренне ждут воскресные выпуски. Сегодня я вам подготовил плюс одну интересную жизненную историю. Прямо сейчас мы с вами отправимся в один очень интересный райончик, атмосферный. Я вам постараюсь все это дело передать в кадрах. Мы, конечно же, зайдем в гости к людям в квартиру, где, по их предположению, до этого проживал человек, сошедший с ума. Я покажу вам, в каком состоянии была квартира до, что с ней стало сегодня и что ждет жильцов этого дома в ближайшее время. Сегодня у нас будет душевный и информативный ролик, ведь речь пойдет про вторичку и первичку, а также настоящая жизненная история. Я вам предлагаю налить чашечку цая или кофе, намазать бутерброд маслом, положить сверху сыр и приготовиться к приятному просмотру. Ведь мы начинаем... Секундочку. Горяченький. Прямо сейчас знакомьтесь, героиня этого выпуска Екатерина. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я москвичка. Проживала в метро-аэропорт со своей семьей. Так сложилось, что у меня второй брак, мой муж тоже москвич. Мы снимали квартиру какое-то время, чтобы оставить своих родителей, не тревожить их и оставить их проживать каждый в своей квартире. Так получилось, что по линии мужа сестра умерла, и нам в наследство досталась квартира. Это трехкомнатная квартира, но нам досталось там две комнаты в этой трехкомнатной квартире. Дом 22-го года постройки, соответственно, ему 100 лет. Раньше в этом доме не было ванны, туалета. Во дворе этого дома были бани, существовали, и было печное отопление. Соответственно, в каждой квартире сейчас остались еще отпечки, задвижки, какие-то дверцы и так далее. Но потом уже в такие уже сознательные времена здесь стали, естественно, санузлы в квартирах и так далее. Да, оснащать. Да, да. А вот здесь я хочу сделать официальное заявление, что я дико недоволен. Объясняю. Екатерина владеет информацией, что дом 1922 года постройки. То есть ему 100 лет. Начинаю искать про него информацию, выясняется. Одни источники пишут, что дом 1927 года постройки. Другой говорит, что 1928 года постройки. Начинаешь читать детальную информацию, в доме два подъезда и в каждом из них по лифту. Но лифта в реале в доме нет. Дому 100 лет. Я пытался найти хоть какую-то историческую справку про дом. Нет абсолютно ничего. Ни старых фотографий, никто жил, останавливался в этом доме. Вы скажете, ну а почему это должно быть? А когда вы узнаете территориальное расположение этого дома, вы сами все прекрасно поймете. Смысл. Это история, дом построен еще во времена Калинина. Многие даже не поймут, о ком речь идет. А дом скоро снесут. А информации и исторической справки никакой не осталось. Как так? На самом деле мы находимся в пяти километрах от Кремля. Это станция метро площадь Ильича Римская. Рядом здесь находится железнодорожная станция Серп и Молот. Соответственно, завод Серп и Молот здесь где-то тоже недалеко находится. Но до метро ближайшего сколько? До ближайшего метро здесь буквально 5-7 минут пешком. Также можно пройти пешком до станций железнодорожных МЦД, МЦК и так далее. Дом заселен, живут люди. Но не все какие-то люди сдают свои квартиры, потому что обещали конец этого года. Начало следующего года этот дом попадает под реновацию. Соответственно, мы переселяемся. И вас переселяют куда? Нас переселяют минут 15 пешком в жилой комплекс. В какой конкретно дом мы не знаем. Нам, соответственно, будет двухкомнатная квартира. А об этом мы еще, конечно же, поговорим. Обсудим с вами в комментариях. Везет людям в данной ситуации или нет. Но для полноты картины вы, конечно же, должны увидеть квартиру, в которой они сейчас проживают. И вы это сделаете после короткой паузы. Имеется вопрос, как сохранить свой номер за рубежом, если ты предприниматель и насколько это важно. Лояльность и доверие клиента – один из важнейших критериев успешного течения бизнеса. И сохраняя свой номер телефона, вы уменьшаете риски потерять потенциального клиента и снижение эффективности данного вида коммуникации. Вопрос, как решить эту проблему? Ответ. Переезжая за границу, единственная возможность звонить и принимать звонки с российского номера – это переход на IP-телефонию. И запоминайте, что одним из лидеров в данной сфере является компания US. Компания более 20 лет успешно предоставляет услуги связи для бизнеса. И по сей день готова помочь каждому предпринимателю сохранить и настроить надежные коммуникации с клиентом из любой точки мира. Давайте пробежимся по преимуществам работы с компанией US. Первое. Быстрая техническая поддержка. Второе. Стабильная надежная связь. Третье. Соотношение цена-качество. Высочайшая оценка на Яндексе в сегменте. Четвертое. Возможность сохранить уже используемый номер телефона. Пятое. Помощь даже самым неопытным. Так еще. Переходя по ссылочке в описании, оставляя заявку, указывайте, что вы от Машкова. Таким образом, вы получите 1000 рублей на бонусный счет для того, чтобы потестировать сервис. Поэтому переходи по ссылочке прямо сейчас, оставляя заявку, получай подробную консультацию и начинай работать с US. Мы отправляемся в историю. Дому, внимание, 100 лет. Постараюсь найти, конечно, вам кадры, когда он был помоложе, когда был Советский Союз. Посмотрите, как это все выглядело вживую. Но мне, например, очень интересно на все это дело посмотреть. Два выхода из подъезда. Два выхода. Во двор и, соответственно, на улицу. Такой довольно-таки солидный подъезд, я бы сказал. Особенно по тем временам, если смотреть. Ну, посмотрите. Большая такая парадная. Не побоюсь этого слова. Высокие потолки на первом этаже, да и в целом двери широкие, правильно? Получается, смотрите, вот, наверное, оригинальная дверь. Видимо, это оригинальная. Друзья, зацените, как сделано. То есть, одна часть и вторая. По сути, если открыть полностью, прям широкая дверь, заноси все, что хочешь. Звонки, проводка. Ну, пойдемте выше. Широкая лестница, довольно-таки, по сравнению с типичными пятиэтажками, нынешними. Цветочки, гляньте. То есть, за подъездом следят. Вот, сразу вам хочу сказать, какой-то кошачьей вони, там еще чего-то абсолютно нету. В подъезд заходишь, довольно-таки приятно находиться. Раз, два, три, по четыре квартиры на этаже. На каждом этаже оранжерея. Соответственно, есть люди, которые следят. Окна все заклеены. Блин, нереально круто, на самом деле, в подъезде. То есть, так-то, в целом, чистота. Ну, вот, наша заветная гнездышко. Когда супруг Екатерины вступал в наследство, он получал квартиру вот в таком состоянии. Как вам? Вот они, когда пришли, открыли дверь, ровно это они и увидели. Это были первые кадры, которые они сделали. Даже не верится, что вот в этом состоянии кто-то проживал. Это просто, как говорится, можно было бы снимать фильм ужасов. А сейчас вы увидите, в каком состоянии квартира стала через месяц и после того, как ребята сюда вложили 300 тысяч рублей. Значимую часть работ они сделали сами. Это косметический ремонт. Нам сейчас Катя устроит экскурсию по квартире. Вы офигеете от этого антуража и от того, что она из себя представляет на сегодня. Ребята, мы с вами залетаем. Первым делом нас встречает прихожая. Кать, рассказывай. Ну, подлатали дыры, скажем так. То есть даже косметическим ремонтом его нельзя назвать. Мы понимали, что мы заедем сюда на несколько месяцев. Смысла вкладывать было, большие деньги не было, никакого мы не видели. Да и денег-то особо не было, которые нам пригодятся, собственно говоря, для новой квартиры. Квартира состоит, собственно говоря, из трех комнат, из которых мы владеем. Ну, длинный коридор 10,5 метров. Кто-то скажет, наверное, что здорово, круто, такой большой коридор. Но, с моей точки зрения, он абсолютно нефункционален. То есть узкий, длинный, да. Что очень мне нравится в этой квартире конкретно, что есть три темные комнаты-кладовки, которыми я успешно пользуюсь. Сейчас, к сожалению, в современных квартирах этого нет. Кухня очень маленькая. Пройдемте посмотрим. Вот то печное отопление, о котором я упоминала. Вот сейчас оно, естественно, не действует. Вот в таком вот виде. Да, кухня небольшая, скажем так, 5 метров. Я так думаю, что она была больше, так как информация, что не было раньше туалета, ванной, и, соответственно, было это все во дворе в те времена, когда этот дом построился. И я так предполагаю, что эта кухня, видимо, была за счет ванны и туалета вот такая большая. Большая, метров, наверное, 12. Вот почему-то мне кажется, что все-таки здесь ошибка. Я молоденький, не могу знать, так было или нет. Мне кажется, что все-таки туалеты были в домах, не было ванны, а туалет отдельно был. Кто постарше, кто точно знает, напишите, пожалуйста, интересно. Кстати, чай допит, скажите, пожалуйста, чтобы убирали. В одном из предыдущих выпусков я так пошутил, человек оценил мою шутку, написал, он чай больше не будет, заберите. Напиши мне, пожалуйста, в личку, все контакты со мной в описании. Тебя ждет небольшой денежный бонус. Полторушка. Полторушка за класс-класс по кнопкам. На данный момент дом оборудован газовым котлом, собственно говоря, которым мы пользуемся. Это горячая вода. И плита газовая у нас тоже присутствует, которую мы, естественно, все время выключаем, чтобы не взлететь на воздух. Были случаи, к нам приезжала пожарная охрана. У кого-то там была утечка газа, кто-то там в подвале зажег газовую колонку или газовую плитку, не выключил, был пожар. Собственно говоря, мы эвакуировались. Периодически случаются моменты, что запах газа, приезжает специальная служба, проверяет всех. Ну вот это, наверное, единственный минус, который, что касается газа, потому что с ним страшно жить. Далее вот ванная комната, которую мы как смогли привели в порядок, потому что то, что было здесь изначально, был мрак отчаяния. Друзья, посмотрите, все чистенько, аккуратненько. И вспомните, фотографии я вам показываю, как было до. Ну вот что значит, люди пришли с руками и сделали уютное гнездышко для себя. Отдельный туалет, куда можно, как говорится, присесть и подумать о хорошем. Ну вот то, что темные комнаты, как я вам сказала, что они присутствуют, это очень удобно, потому что... Это как кладовочка для продуктов. Их три, да, рядом с кухней, соответственно, я ее использую как провизию. В одной комнате муж мой хранит инструменты, и третья у меня для химии. Вот, зацените, ты выходишь, и у тебя вот такая вот небольшая кладовочка. Соответственно, вещи какие-то сюда положить всегда можно было. Ну, удобно, согласитесь. Она не прям вау по размерам, но это лучше, чем ничего. И самое главное, так интересно сделаны такие фальш-стены, что ли, получается, что можно спрятать. И таким образом получается, что вот, например, за нашей спиной чья-то жилая комната. Вот это, кстати, она не наша, то есть не ребят. Они ей не пользуются. Эта комната принадлежит правительству Москвы. Департаменту городского имущества. А раньше была вот такая картина сделана, что ты выходишь, например, ночью куда-то, ты можешь включить, ну, как мы предположили, чтобы коридор освещался, потому что у каждого было свое индивидуальное освещение. Или же, может быть, для жильцов ты там включил лампочку, значит, тебя дома нет. Или ты дома есть. Ну, как-то так. Уж кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, для чего это было сделано. Ну, коридор реально, да? Да, большой, длинный. Получается, ну, так, интересно сделать такой второй подъезд в подъезде. Первая комната, которая была в убитом состоянии, как мы с вами предположили, возможно, жил даже человек, который немножко… Ну, я так предполагаю, что здоровый человек вряд ли мог бы жить в таких условиях. Я так думаю, что, да, был человек не совсем здоров психически. Что мы сделали? Ну, мы везде, во всей квартире мы положили линолеум новый, чтобы не менять полы, как-то залатали стены. То есть, вот это вот то, что на стене идет стены, это вы сделали, да? Да, это мы сделали для того, чтобы не штукатурить, не шкурить, не оклеивать обоями. Диванчик ваш уютный, столик. Да, все, все, вся мебель наша. Друзья, ну, зацените, мне кажется, здесь получилось мега уютно, но вот здесь, в этой комнате, есть один такой значимый минус для жильцов, что прямо перед ними, как раз за этой комнатой, открывается вид на ту самую железную дорогу. И, соответственно, когда ночью спишь, если здесь спать, то очень... Но мы спим в другой комнате, поэтому... Да, если здесь летом спать, открыть окно, то очень слышно, как ходят поезда, и даже ощущается вибрация электричек. Слушайте, а с точки зрения шумоизоляции вообще в доме, вот соседей, например, вы слышите, когда там, не знаю, телевизор они включают? Все слышно, все слышно. Несмотря на то, что 22-го года постройки дом, что старый, что столетний, и якобы на века строился и с плотными толстыми стенами, не могу такого сказать. Соседей слышно, о чем разговаривают, при том, что не кричат, а разговаривают, действительно. Даже так? Да. Ничего себе. Ну, вот такой честный отзыв. Друзья, оценивайте, вот она дверь, еще родная стоит. Пожалуйста. Вот так вот она высокая. Ну, шкаф ваш, вещи, короче, все, которые вы видите в этой комнате, это все ваше. Ничего смогли мы разобрать, потому что что-то на переезд. Ну, мне, по мне, очень классно. Еще у вас такой запах приятный. Не знаю, чем вы тут намазали по квартире? Я пользуюсь... А, ароматизатором, да? Такое, знаете, ощущение, как будто мы попали в некий такой отель, как будто я приехал, да. Прикольно. Ну, мы идем дальше. В вашу комнату, получается, вторая, это ваша спальня. Ну, вот она прям мега уютная, оценивайте. Хотя мы здесь не делали ремонт вообще никакой, даже не переклеивали обои. Ну, вы, получается, скинули ковролин. Просто положили, да, ковролин и такие временные шкафчики купили. Слушайте, ну, по мне вообще классно. Как-то так, да. Вот это вот маленькое елочко. Постарались обуютить, как смогли. У вас еще, знаете, так вот этот комодик подобран. Это я сама делала. Вообще, я говорю, женщина с золотыми руками, посмотрите. Собачка, как зовут? Шушик. Шушик. То есть, вот так вот можно прилечь, включить большой, в принципе, телевизор. И хорошо. Плотные шторы для того, чтобы можно было выспаться. Но в этой комнате, когда вы ложитесь спать ночью, не слышно тут его? Здесь не слышно, здесь не слышно, мы запенили, мы все заклеились. Мы блэкаут и все. И мы как два попугая, накрытые отделом. А в сюжет залетает нативная интеграция матраса Блю Слип. Ребята, я вам уже неоднократно рассказывал, что это шикарнейшая продукция, впереди праздники. Зачем ломать голову, что подарить себе, своим близким, когда можно отправиться в центр. У них есть тестовый магазин. Выбрать наиболее подходящий для себя матрасик и купить его. Он повторяет контур вашего тела. Если поставить бокал, то вы будете переворачиваться, он не перевернется. Это очень важно, когда, например, спит ваша супруга, вы во сне начинаете ворочаться, но она этого не почувствует. Сам по себе матрас по мягкости у нас что-то похожее на те матрасы, которые встречают вас в отеле. Знаете, да, приезжаете на отдых, разваливаетесь там и балдеете. Продукцией Блю Слип мы пользуемся уже давно. У нас есть диван от Блю Слип, у нас детский матрас Блю Слип, у нас в загородном доме любая кровать идет с матрасом от Блю Слип. Поэтому, ребятки, смотрим сюда и запоминаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блю Слип смело могу вам рекомендовать. Переходите по ссылочке в описании, используйте промокод МАШКОВ10 на дополнительную скидку, оформляйте заказ и получаете крутейшую продукцию для сна с доставкой на дом. Шикарная картина. Выходишь, и перед тобой едет поезд. Кстати, дома, ну, не прям сильно хорошо слышно его, то есть так еще относительно тихо. Да, сейчас практически не слышно, да. Ну, вам как в целом? То есть такая атмосфера, как будто мы с вами были не дома, а в офисном помещении с точки зрения расположения. Выходишь, и вот такое, какое-то, я не знаю, такое гетто, полуброшенные заводы. Да, соглашусь. Особенно в зимний период. На краю какого-нибудь деревни. Ну да, как будто мы где-то на окраине Москвы находимся. Совершенно нет ощущения, что ты в центре Москвы. Абсолютно такого ощущения. Сколько нужно пройти от дома пешком, чтобы уже стало красиво? Чтобы начались красивые улочки? Минут семь. И вот так, друзья, каждый день люди, кто проживают здесь, отправляются на работу, потому что вот эта дорога, по которой мы идем, она ведет в сторону метро. До метро семь минут. Может быть, даже меньше. Ну, с одной стороны, да? Ну, шикарно. Ну, пять-семь минут, просто подарок судьбы. Вот, по таким досочкам. Досочкам. Так, а то, что рядом, станция, это что тут вообще? Это Москва Товарная и станция Серп и Молот. Это мы куда можем уехать? На Хабино можно уехать, в Подольск можно уехать. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, если в Подольске. Если надо. Да. Имеешь дачку, к примеру, огородик. Вышел, сел, да поехал. Дом находится в той стороне. Вот мы две минуты сейчас дошли. И вот мы спускаемся сейчас в подземный переход. Переход и дальше мы уходим. Для того, чтобы, да, мы прошли к метро. А здесь в силу того, что полно различных... Строек. ...зон, строек. Вот такая движуха постоянная. Нет, не постоянно. К счастью, не постоянно. Дом в четырех с половиной километрах от Красной площади. Живем в центре Москвы. Звучит, согласитесь? Но здесь очень много нюансов. Так, например, раньше все, что было в центре, это находилось внутри Садового кольца. Все, что было за Садовым кольцом, как в частности этот дом, это уже был пригород. Нечто похожее, как у нас сегодня происходит там застройка за МКАДом. На сегодняшний день с точки зрения инфраструктуры в этом районе вопросов быть не может никаких. Детские сады есть, школы есть, куда вы без проблем отправите ваших детей. Рядом есть набережная, есть парки, доставка из любого магазина по щелчку пальца. Это все само собой есть. Ну и, конечно же, транспортная доступность третья, транспортное кольцо, садовое кольцо, метро, железная дорога, есть все. Но музыкальное сопровождение подобрано не случайно. Вы посмотрите, какая атмосфера. Ну действительно можно снимать фильм ужасов. А зацените эти жизнерадостные лица местных горожан. Вот так здесь пройти нужно самому. Через камеру это все сложно передать. Также отмечу, что хмурости добавляет сама по себе погода. Мы снимали днем, когда на улице должно быть прям вот действительно светло. А у нас уже как будто бы садится солнце. И посмотреть по сторонам все, конечно же, ну не побоюсь этого слова, чмошное. Но вот этот райончик, ребята, очень хорошо сейчас перестраивается. Об этом мы тоже поговорим и расскажем, что ждет его в будущем. Катя, ну вам огромный комплимент. Чистоплотность, порядок. Это сразу вызывает большое уважение и дает понять о том, что в голове у вас тоже порядок. Отсюда вопрос. Вы когда сюда пришли и увидели состояние до, опишите ваши эмоции. Вы знаете, даже описанию это не подлежит. Потому что мне физически было плохо. Мне было нехорошо, когда я все это увидела, вот эту пыль, грязь, ощущение, как будто я побывала в сумасшедшем доме. И представить себе, что я смогу когда-то здесь находиться более чем, не знаю, час или два, я даже себе представить не могла. Но так получилось, что пришлось. Вот вы жили в съемной квартире. Вы же по факту могли сюда не переезжать. Вы могли вступить в наследство и спокойно ждать, когда вас переселят в новый дом. И уже заехать в новый дом из той съемной квартиры. Почему вообще вы решили сюда переехать и самое главное вложить денег? Все равно косметический ремонт, время, силы. Это же тоже все учитывать надо. Да, это мы все учитывали. Так получилось, что в какой-то момент я осталась без работы. Меня сократили, потому что я работала в российско-французской компании и прекратились поставки. И компания, собственно говоря, закрылась. Я осталась без работы, и мы поняли, что лишних денег на съем квартиры у нас нет. Деньги надо как-то экономить, надо как-то сейчас поужаться, поприжаться. Закрыв глаза, затянув пояса, сделать, подлатать, скажем так, залатать дыры. Потому что я не могу даже это косметическим ремонтом назвать. То есть для меня это даже не косметический ремонт при всей моей любви к чистоте. Ну вот так вышло. Сказать, что я жалею? Нет, не могу сказать. Есть плюсы. Плюсы в том, что это все-таки ближе к центру. Удобно добираться. Мужу удобнее добираться до работы. То есть так он час добирался, полтора. Сейчас ему буквально 20 минут, и он уже на работе. То есть это удобно. Удобно, что можно сходить погулять, посмотреть старую Москву. Наверное, опыт получить, прожив какое-то время в 100-летнем доме, тоже, наверное, это к плюсу я отнесу. Кать, ну 100 лет дому. Ну живность по-любому была. Тараканы, клопы, мыши, крысы, крокодилы, кто угодно. До того, как сюда заехать, мы вызвали специальную компанию, дезинфекция, и нам протравили все, что могло быть. Они у меня спросили, кто-нибудь есть? Я говорю, я не знаю, кто есть. Я говорю, возможно, кто-нибудь и выползет. Но они свою работу сделали, я зашла там через 2 часа сначала, зашла, потом нам посоветовали все-таки на 3 дня куда-нибудь, 3 дня не появляться. Я зашла через 3 дня, думала, я увижу... Трупы. Трупы, да, бесконечные. Нет, на удивление, никого не было, ни одного. Видимо, они как-то решили, что со мной они не хотят жить. И на сегодняшний день вы готовите никого? Нет, никого. Слава Богу, потому что я бы с ними не ужилась. То есть, либо я, либо они. А в целом вообще соседи как? В целом соседей я не видела ни одного пожилого человека, с которым можно было бы пообщаться. Наверное, я бы к нему подошла бы и пообщалась. Потому что мне тоже интересно было бы. В основном люди 29 до 40 лет. Вот так вот. С детьми. Ну вот, с точки зрения буянят, алкоголики, порядочные хамы, накоманы. На нашем этаже буянов нет. Все приличные на нашем этаже. По-моему, над нами и под нами приличные. Но есть и буяны, и есть наркоманы на первом этаже. И очень много квартир сдается гастарбайтерам. Вы себя в безопасности чувствуете здесь? Нет, не могу сказать, что я в безопасности. А были какие-то ситуации, что вы вечером возвращаетесь, тот в подъезде стоит, еще что-то что-то что-то? Часто очень стоят в подъезде, разговаривают по телефону. Это случается. Не знаешь, кто это, что это. То есть я однажды была свидетелем того, что полиция приходила в какую-то квартиру, стучались, не достучались. Видимо, им никто не открыл. Не знаю я. С точки зрения коммунальных услуг, сколько вы платите в месяц за эту квартиру? Ну, я считаю, что дорого. Мы платим около 6 тысяч рублей в месяц за две комнаты. Ну, это за все под ключ? За все под ключ, да. Без электричества. Электричество мы платим отдельно. Сколько? Мы изначально много денег кинули, поэтому мы сейчас живем... Ну, тысяча рублей примерно. Ну, где-то так, да. То есть 7 тысяч рублей плюс отдельный интернет. Да. А с точки зрения холода, мне кажется, у вас здесь топят так, что... Топят хорошо, но если бы мы, наверное, поменяли окна на пластиковые, то, наверное, не дуло бы. Сейчас из-за того, что были щели, и мы залатали как смогли, все-таки продувает. Ну, так в целом тепло. В целом тепло, да. В целом тепло. Кать, ну давайте переходить к относительно приятной теме. Это реновация и то, как вам, в принципе, повезло или не повезло. Вот вы сейчас сами расскажете. Что у вас здесь строится и что вам обещают власти города? Значит, строится у нас здесь, как власти города нам обещают, ЖК-символ. Здесь недалеко от нас. Есть на продажу дома, квартиры, я имею в виду, и реновационные дома. Мы переедем, естественно, в реновационные. Они отличаются немножечко от тех, которые будут продаваться дома. И внешне они, и, видимо, внутренне. Никто не проходил туда, то есть обещают какую-то экскурсию нам устроить. Но пока этой экскурсии не было. Кружка с зайцем. Значит, экскурсию виртуально устрою сейчас вам я и расскажу, что ждет этот район, если дело доведут до конца. Значит, первое. Застройщиком ЖК-символ является Донстрой. Для вашего понимания, это такой застройщик, который строит, в принципе, всегда бизнес дома. Изначально те дома, которые будут продаваться, они так и идут с бизнес-классом. Но, как нам говорит Екатерина, для людей специально построят отдельное жилье, реновационное. В любом случае, если даже сейчас мы зайдем к ним на сайт, то мы увидим следующую 3D-моделяцию этого района. Как вам такое? Вот старый ветхий жилой фонд, что можно снести, снесут и перестроят район полностью. Он станет значительно современнее. С одной стороны, жирные плюсы, когда ты видишь то, как это выглядит сейчас. С другой стороны, напишите ваше мнение в комментариях. Ведь наверняка будут те, кто проникся домом, скажут, блин, вот здесь бы прям хороший капитальный ремонт сделать, и было бы шикарно проживать. Невысотная застройка, не так много людей. В доме, если я не ошибаюсь, согласно информации, 32 квартиры, но мне кажется, их там больше. Смысл в том, что жилье здесь стартует по цене от 18 миллионов рублей за двухкомнатную квартиру. Я считаю, что нам, да, повезло, потому что хочется уже скорее либо сделать здесь ремонт и здесь продолжать жить в человеческих условиях, либо уже переехать и уже обживаться в новой квартире. Сроки сдачи обещали конец этого года, но, судя по всему, что они уже не успеют в этом году сдать. Начало следующего года, проходя мимо этой стройки, я туда заходила. Народу действительно очень много там работает. Катя, отсюда два вопроса. Первый. Вот пожив здесь, у вас реально уютная атмосфера в квартире. Спасибо. Тем более, если бы вам удалось выкупить третью комнату, сделать там полноценный ремонт, как бы дети у вас уже взрослые, вам детей в детский сад водить не нужно. Ну, как бы уютное, в принципе, это гнездышко можно свить. Не хотелось ли бы вам остаться все-таки здесь или... Третий этаж без лифта. Раз. Не очень приятный выход с той стороны. Ну, то есть, когда во двор выходишь, здесь еще более-менее приятно глазу, и тихо, и спокойно, и как-то так широко, и нет грязи, и нет стройок, и развалов. На ту сторону, когда выходишь, все-таки электрички, ощущение, что ты не то, что за городом приехал на дачу, а ощущение, как будто бы ты в какую-то заброшенную деревню попал, или в село, или еще куда-то. То есть, ну, вот, не очень приятно. Темно, разруха, как-то... Ну, а в новостройке там уже сейчас будет огромное количество народа. Машины не протолкнутся, не пропихнутся. Такова жизнь. Мы живем в Москве, это тоже скоро снесут, и построят такие же человейники, людей становится больше. Второй вопрос. Такой вот, предугадывая комментарии, вот люди скажут, опять вы, зажиточные москвичи, получаете все блага. Вам от мужа, да, там, от его родственников в наследство переходит вот эта убитая квартира изначально, а сейчас вам дадут квартиру в новом доме, в районе, где там 5 км до Кремля, то бишь, это будет хорошая цена за квартиру, в десятках миллионов, уверен, она будет исчисляться, эта двухкомнатная квартира. Вот вы сами, как считаете, справедливо, несправедливо, и что бы вы ответили людям, которые ставят это как претензию к вам, что какого хрена вам дают? А какая может быть претензия? То есть это не мы решили сносить этот дом, нам досталось по наследству, то есть мы по закону вступили в права, нам досталась квартира, так как, да, в Москве, да, мы сами москвичи, это не то, что мы откуда-то приехали и получили бесплатно квартиру. Так получилось, что мы получили эту квартиру. Дом сносится, не мы его сносим, и нам дают равнозначную, на этом месте поставят другой дом. В чем несправедливость, я не понимаю. То есть мы сейчас тоже живем не на отшибе, мы тоже точно так же живем 5 км от Кремля и дадут точно так же 5 км от Кремля. Даже если бы, наверное, 10 км дали бы от Кремля, я могла бы рассмотреть и такой вариант, то есть у меня нет задачи рядом с Кремлем поселиться. Вы жили, по сути, всегда в современном жилье, но относительно. А это 22-й год. Когда вы пришли сюда и вот вы начали жить, что вас здесь впечатлило, что для вас здесь необычное, вот такое прям интересное, может печка на кухне? Печка на кухне меня удивила. Большие окна меня удивили, широкие. Высокие потолки, наличие кладовок меня приятно порадовали. Ну, длинный коридор, я не могу сказать, что он меня порадовал, то есть скорее это минус, чем плюс. В целом, если пробежаться по минусам жизни вот непосредственно в этом райончике, в этих старых домах, вот прям вот что у вас здесь напрягает? Начиная от того, что железная дорога рядом, двор там не чистят. Перечислите, пожалуйста. Железная дорога, кругом стройки. Очень много объектов, которые уже сломали, но еще не расчистили, ничего не строят. То есть таких вот моментов очень много. Страшно идти от метро, потому что очень много строителей, гастарбайтеров, которые, естественно, в этом районе находятся. Не очень хорошо освещена улица, плохо почищена. То есть не очень приятно ходить в темное время суток. Подъезд тоже такой несовременный, как-то так страшненько ходить. Страшно жить с газовой колонкой. Всегда жили с горячей водой и с электроплитами. С газом как-то не очень приятно жить. Что еще не нравится? Не нравится, что мало очень магазинов. То есть всего вот два магазина есть в пешей доступности. И все. И вот в основном там ездим в Ашан на машине. Екатерина, а дайте еще краткий комментарий. Что здесь вообще такое? Вот я смотрю, там на одном этаже какой-то балкон, что ли, он себе сделал. Это самострой. Этот человек решил себе поставить, так как у него нет балкона. Здесь, в принципе, во всем доме ни у кого нет балкона. Он решил себе сделать такой закуточек, где, видимо, хранит продукты или, может быть, велосипеды. Я могу только предположить. Вот это топочная, как вы говорите, труба? Я так предполагаю, да, что это была какая-то топочная, потому что так как дом был без отопления и отапливалось это все печками, видимо, это была какая-то топочная. Здесь вот мы видим две трубы, которые, видимо, тоже выходят из дымохода, которые выходят, видимо, по стоякам от квартир. Вот такая вот у нас сегодня интересная зарисовочка. Где-нибудь в регионе подобное наследство в похожем доме будет стоить, смею предположить, копейки. И самое главное, что никакой реновации там нет. Получай, живи, не нравится, продавай за те самые копейки. Но здесь Москва, здесь земля дорогая. И вот этот райончик в пяти километрах от Кремля сейчас превращается в активную стройку. Проезжая мимо, из некоторых домов прям выходишь из подъезда и попадаешь в яму строительную. Ты живешь, вот у тебя подъезд, ты выходишь из дома и ты выходишь в яму. Ты выходишь на стройку сразу, тут же. А? Как вам? И вот такой здесь, собственно, весь район. Либо старые советские хмурые здания, либо уже новострой. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Здесь уже можно спорить до бесконечности. Но ключевая мысль одна. В четырехэтажный дом может заселиться 20 семей, а в 20-этажный 120. Порекомендовать вам приехать сюда погулять, насладиться атмосферой точно нет. Потому что та самая красивая старая Москва начинается примерно с Таганской. Говорят, некоторые жильцы этого дома недовольны. И они не хотят, чтобы их переселяли в новую современную многоэтажку. Потому что закрытый двор, всегда есть свое парковочное место. В квартирах сделали ремонт, в них действительно тепло. Туалет есть, вода есть. Все, что нужно, есть. Люди живут, наслаждаются жизнью. Им не важно, что там перед домом. Железная дорога устраивает, одним словом, все. И вот здесь встает спор. А что же все-таки лучше? Современное жилье или вот такой старый ветхий фонд? Пишите ваше мнение в комментариях. Потому что на самом деле вопрос неоднозначный. Очень много деталей. Вот если бы к вам сейчас обратился кто-то из зрителей и сказал, Кать, ну посоветуй. Думаем, ломаем голову, что же нам покупать. Новострой или квартиру на вторичке в стареньком доме. Что бы посоветовали бы вы? Ой, вы знаете, нет однозначного ответа. Потому что кому-то нравится старый жилой фонд. Кто-то любит новостройки, кто-то любит все на вкус и цвет. Кому-то удобнее жить в маленьком камерном каком-то дворике с маленьким подъездом, маленькой этажностью. Кому-то нравится Москва-сити. У кого-то много денег, у кого-то мало денег. Все индивидуально. Поэтому каждый пускай решает сам, думает своей головой. На том и все люди думающие. Собственно, не добавить, не убавить. Но если вдруг сюжет пролетел на одном дыхании, хочется глянуть еще ролик про вторичку. Пожалуйста, ребята, напоминаю, что на этой неделе, в четверг, вышел сюжет, где люди переделали трехкомнатную квартиру по перепланировке. Очень интересно посмотреть. Интересная ведущая все показала, рассказала. Ссылочку на этот ролик я оставлю в описании. Поэтому прямо сейчас вы можете продолжить ваш выходной воскресный день с еще одним интересным сюжетом из жизни. Подписывайтесь на телеграм-канала. Ведь там я всегда делаю анонсы и интересные опросики. Публикую новости, связанные с машинами. В общем, когда есть что показать, добавляю туда. Подписывайтесь на сам канал, если вы этого еще не сделали. Пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok